Привет, здравствуйте! Я хотела чуть-чуть поговорить про искусствотерапию и эмиграцию. Когда я приехала в Израиль, мне было 9 лет. И я сразу же пошла в школу, не зная абсолютно языка. И я рисовала. Я много рисовала, на уроках, не понимая ничего. Но мое рисование мне давало уверенность, и с помощью рисования я смогла коммуницировать с другими учениками своего класса. Не то чтобы всегда это было гладко, но я чувствовала все-таки, что я что-то умею, я что-то могу. Почему я это чувствовала? Ну, потому что у меня было счастье вырасти в семье, где мне давали арт-материалы, и меня хвалили, мотивировали. Нет, мотивировали даже нет, но меня хвалили. Вот. И в 9 лет я на уроке сделала такую картинку с текстом. Нас попросили пожелания Богу написать или нарисовать. И вот эта картинка, и там написан текст «Боже, помоги мне наладить коммуникацию с израильскими детьми». В скобочках «Особенно с детьми из моего класса». И картинка получилась трогательная, но там видно все-таки, как я твердо сижу на земле, держа свою просьбу. Вот. И еще я вспомнила, когда в Израиль приехали эмигранты из Эфиопии, с ними работала моя мама. Вот. И разные другие учителя, они сразу кинулись обучать их, как рисуют части тела, как все выглядит тело. А у них это все было потрясающе. Это было такое слитное изображение, много-много беременных, но совсем-совсем не похожее на то, как наши, скажем, европейские дети рисуют людей. А моя мама просто сказала, не трогайте их, пусть они делают, как умеют. Потому что искусство и тексты, скульптура, все, что мы уже с нами приносим, весь этот богатый багаж, он очень важно продолжать его, а не выбрасывать и набить новым. Это наше «я». Оно должно как бы выдержать тест времени и быть с нами. А вообще, я в какой-то момент решила, что моя самая лучшая месть – это просто, чтобы мне было хорошо. Потому что, конечно, не обошлось без некоторого булизма, и, конечно, было сложновато. Но, в конце концов, если ты заботишься о себе и делаешь, чтобы тебе было хорошо, это самая лучшая месть, поверьте мне. Вот. Спасибо. И доброго дня, где бы вы ни были. Пока. Классная дырка.